У нас есть некоторая область Амиго В3, которая ограничена границей С, и внутри у нас содержится такой контейнер, в котором содержится жидкость, и в ней капли, которые ограничены от другой жидкости. Вот они разделены свободной поверхностью, я обозначу ее гамма Т, ну и, соответственно, в моих обозначениях внутренняя область будет заполнена жидкостью своей, соответственно, вязкостью и плотностью внешней своей. Значит, эту область я обозначаю Омега-1Т, ну и это Омега-2Т. Значит, я буду рассматривать задачу, в которой заранее буду предполагать, что границы фиксированные и свободные расположены на достаточном расстоянии друг от друга, и такие будут условия, чтобы не допустить контакта фиксированной границы со свободой. Значит, итак, в каждой из областей выполнены поравнения магнитной гидродинамики, значит, здесь следующее обозначение, значит, понятно, магнитная сопроницаемость, вязкость, проводимость. Т – это плотность, ну, можно предполагать, что в одной из областей, предположим, первая, значит, плотность равна единице. Значит, через ТМ обозначен магнитный тензор напряжение, значит, здесь у нас, соответственно, обычный тензор напряжение, ну и это удвоенность тензорской информации. Значит, предполагается, что все постоянные, значит, все, простите, все вот эти, значит, плотность, соответственно, вязкость и так далее – это все кусочно-постоянные функции. Итак, условия на свободной границе, значит, то, что означает, что граница свободная, означает, что положение границы в каждый момент времени подлежит определению вместе, соответственно, с полем скорости и жидкости, ну и в данной задаче с вектором напряженности магнитного поля. Значит, итак, выполнены следующие условия на границе гамма-Т. Значит, первое – это условия на скачок, значит, вот эти шубочки означают скачок. Значит, сигма – это поверхностное натяжение, принято его назвать динамическое краевое условие, означает оно, что на поверхности вот раздела жидкости действуют популярные силы. Значит, второе условие – В – это скорость движения свободной границы в направлении нормальной Н, внешней по отношению к области омега-1-Т. Ну и, соответственно, В – это скорость, и называется оно гематическое краевое условие, и выражает оно тот факт, что нет переноса массы через границу, то есть частицы жидкости, они не покидают свободную границу. Значит, это условие на, что нет скачка скорости при переходе через границу. Значит, вот эти два условия, скажем, очень позже, ну, они ставились, скажем, и во всех предыдущих задачах, когда, например, здесь была область вакуума, или здесь есть жидкость, но скорость ее считается постоянной. Значит, в этом случае добавляется еще вот это вот краевое условие, значит, условие на скачок, на скачок, там – это касательная составляющая ротора. Значит, это условие появляется вследствие того, что на границе растилось двух средств, касательная составляющая вектороэлектрической напряженности должна быть непрерывна, ну и, соответственно, уравнение максимума. Значит, 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 что касается границ... Лен, пожалуйста, напомни, что такое альфа? Альфа... Сейчас... В смысле, что такое альфа? Это... Физический... Сейчас... Это... Сейчас... 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 А... Я же говорила, что такое альфа, да? Это вот этот самый... Проводимость. 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 Я забыла просто слово. В том, что я вчера без свидетелей перевозила эти термины с английского на русский, да, и, в общем, проводимость. Альфа – это проводимость. Соответственно, да, там просто пишется уравнение Макса, но вот ровно так вот и получается. Да, всё понятно. В линеаризации, соответственно, справа будет 0. Значит, ну... Значит, итак, поверхность S, предполагается, что это идеальный проводник, и там выполнены... Вот соответствующие кривые условия для магнитного... Напряженности магнитного поля, ну, и скорость полагается равный нулю. Значит, добавляем начальные условия, ну, и вот рассматриваем такую задачу. Значит, есть только слов о том, как появилась идея рассмотреть такую задачу. Значит, такая вот история. Значит, классические работы... Тут, на самом деле, их две. Это же специологика, вот здесь есть... А, ну, здесь, да, здесь, в общем-то, ссылка и на обе. Значит, рассматривались отдельные задачи магнитной гидродинамики. В области конец фиксированной границы на тот конец, ну, на тот момент. Ну, и вот были получены результаты там... Было тогда существование обобщенного решения, потом гладкость этого решения. Повышено, ну, это вот такие классические работы, и, соответственно, я на них уже опирала. Затем работа подоза салонников, работа уже с свободной границей. Но в этой работе предполагается, что область омега-2 – это область вакома. Вот, и, кстати, это вот такое прямое обобщение работы ладыжных и салонников, потому что там тоже внешняя область была область вакома. Ну, там несколько задач, на самом деле, рассматривается. Вот, но, значит, допускается свободная граница. И в работе подоза салонникова получена локальная разрешимость этой задачи для достаточно произвольной формы свободной поверхности в начальный момент времени. Ну, написано здесь, что предполагается все-таки, что вот эти две области должны быть односвязаны, и достаточно широкого класса начальных данных. Значит, результат локальной разрешимости, полученного вот таких вот изотропных пространств Соболева-Слободенского, предполагается, что L от одной второй до единицы здесь только, но это связано вот с нелинейной спецификой задачей, потому что при оценке нелинейных членов, ну, нужно вот требовать побольше, чем одна вторая. Ну, и затем так получилось, что я вот подключилась на этом этапе, когда уже была доказана локальная разрешимость, и в моей совместной работе со Соболевым Алексеевичем Салоником доказана разрешимость задачи со свободной границей, вот ровно той, которая была у подулок Салоников, ну, честно говоря, немножко неровно той, сейчас я расскажу об этом. Вот, и, соответственно, при дополнительных, естественно, предположениях на малость данных задач и предположениях, что в начальный момент времени свободная граница близка к сфере. Значит, вот мы показали, что при стремлении времени к бесконечности, вот, естественно, еще раз хочу подчеркнуть, конечно, при достаточно сильных условиях малости, значит, все неизвестные функции решения существуют на этом промежутке времени, и неизвестные функции, соответственно, экспоненциально улыбают, и, да, вот эта свободная граница стремится к сфере того же самого радиуса, как и сфера, к которой она была близка в начальный момент времени, ну, возможно, некоторое смещение центра тяжести. Вот эти результаты в работах Фролова-Салоникова получены в предположении, что здесь вот есть еще некоторая такая внутренняя область с границей сигма, то есть она из омега-1t вырезается, и на этой границе у нас, соответственно, скорость равна нулю, ну, и внутри тоже равна нулю. Ну, это связано там с некоторыми техническими моментами, ну, собственно говоря, мы обсуждали, что, наверное, и возможно, с точки зрения физики это так вот разумно предположить, что внутри есть вот некоторый такой кусок, который держит. Ну, значит, и была еще работа 14-го года, в которой были там добавлены вот в ту же самую задачу, была добавлена правая часть в уравнении, нам есть токсы, то есть это соответствует тому, что есть некоторые массовые силы, и получен аналогичный результат, но, естественно, конечно, в предположении, что эти силы тоже убывают в моем дизайне самли. Вот, кроме того, я хочу сказать, ну, вот у меня нет, к сожалению, здесь ссылки, я даже не уверена точно ли вышла уже эта работа, потому что это были такие главные обсуждения. Ну, я, честно говоря, затрудняюсь произнести его фамилию, с ним я не знакома. Обсуждала я с Вольстом Зеичковским. Они, значит, на тот момент вот рассматривали задачу, когда в этой второй области есть некоторая жесткость, но ее скорость равна нулю. Ну, то есть, ну, некоторое такое среднее между вот этими задачами, о которых я сейчас говорю. Значит, они предполагали применить другое преобразование координат, а именно перейти к лограджевым координатам, ну и там результат, соответственно, был, там как-то априорно предполагалась некоторая большая гладкость вектора скорости. Вот, значит, я делаю в этой задаче, как, впрочем, и в случае в работе подолосоломников, преобразование типа преобразования конзала координатной. Ну, это преобразование, оно, в общем-то, возникло при изучении задач со свободной границей для параболических уравнений типа задачи Стефана, Мерегина и так далее. Вот оно там возникало, и достаточно мало работ, именно когда у нас задачи для уравнений на без токса со свободной границей. Ну, оно реже применяется, но сейчас уже все больше и больше. Значит, и так, предполагаю, что в начальный момент времени наша свободная граница задается следующим образом. Значит, R – это вектор нормалей, конъектаризаторной поверхности G. Ну, и функция R0 предполагается вот из такого класса и достаточно маленькой. Значит, чем, собственно говоря, мы будем построить такое преобразование координат, которое переводит вот область вот разделенную свободной границей в область разделенную границей фиксированной G. Ну, изначально, когда вот рассматривали преобразование Ханзава, да, вот сам Ханзава, переводили в ту область, которая вместо G была просто гамма нулевое, то есть положение свободной границы в начальный момент времени. Что дает вот эта вот область G? Ну, мы просто считаем, что это граница области G, вот сколько нам надо кладкой, столько и есть. Поэтому для вот кладкости свободной нашей границы с помощью вот в таком виде мы ее ищем, где R неизвестная функция, ну и, соответственно, здесь вот потери кладкости не происходит. Значит, и так, сделав такое преобразование координат, вот оно преобразование координат, здесь звездочка обозначена продолжение нормальной и неизвестной функции, но неизвестная функция, она задана тоже на G, значит, изначально, да, то есть она задает именно свободную границу, вот, и мы через звездочку обозначаем некоторой оператор продолжения этой функции, ну, таким образом, чтобы она удовлетворяла некоторым дополнительным условиям, мы как можем по-разному ее продолжать, возможно, кстати, продолжение как решение некоторого тоже уравнения, я так раньше делала, но вот в данном случае оказывается удобным потребовать от нее вот дополнительно вот такому условию, чтобы она удовлетворяла. Ну и затем задача просто пересчитывается в новых переменных и получается нелинейная задача, в которой мы выделяем линейную часть. Так вот, огромное преимущество этой задачи состоит в том, что линеализация распадается на две части, так было в случае, когда здесь вакуум, и так вот, к счастью, произошло в той задаче, о которой я сегодня говорю, потому что у нас получается, что, ну, это, значит, соответственно, некоторые обозначения введены, то есть, значит, новые неизвестные функции, в новых координатах обозначенный декор, мы получаем задачу, в которой линейная часть отдельно можно рассмотреть такую линейную задачу, где неизвестными являются там, ну, новая скорость, да, вот и, значит, основной результат, да, это я говорю о локальной разрешимости, о локальной диаре, но состоит в следующем, что если в начальный момент времени наша вот функция Ру нулевая, которая задает начальное положение свободной границы, она принадлежит данным пространствам, и выполнена, вот, надо сказать, что здесь все равно есть некоторое условие малости, если вы обратите внимание, вот оно написано, но это не такое ограничительное условие, потому что это просто условие на функцию нулевое, то есть на отличие от некоторой более гладкой, скажем так, поверхности. Вот, и соответствующий результат выглядит следующим образом, задача имеет единственное решение на некотором малом интервале времени, ну вот со следующими свойствами, здесь ровно практически получается то же самое, что мы так бы и хотели. Значит, теперь несколько слов о том, почему эта задача, можно сказать, достаточно долго не получалась, и чем она может быть не очень хорошая. Если мы посмотрим на условия на свободной границе, то на самом деле этих условий слишком много, а именно их много с точки зрения магнитного поля. То есть здесь у нас, ну вот если, скажем, рассмотреть модельную задачу полупространственную, да, и там посчитать соответствующие, то неизвестных будет, ну скажем так, меньше, чем условий, да, то есть на один. Поэтому, значит, есть, то есть переопределенная такая задача, но естественно предположить, что эти условия между собой связаны, и, в общем, так и получается, для гладкого решения можно показать, что вот это вот условие, можно его не составить, оно будет следовать и с реабилитарностью, и, соответственно, вот это условие, и уравнение, ну для гладкого решения. Есть другой вариант, там тоже, ну, присположен, так и с уживатой, что можно украть условия соленоидальности, наоборот оставить все условия на свободной границе, но добавить еще некоторые условия там тоже на границе тоже там получается. То есть есть вот такие возможности. Я же вот в данном случае оставила все. Ну, к чему это ведет? Это ведет к несколько большим условиям согласования, соответственно, потому что получается вот такое перед определением. Значит, итак, если мы… Простите, а на сфере у вас есть особые точки или нет? Вот если поверхность сферы, как вы говорили, там магнитные особые точки имеются на ней или нет? Значит, я сейчас не говорю о поверхности сферы, да. Ну, просто вот мы говорим свободную поверхность, рассчитываем сферу, ну, вот какое-то время назад, так сказать. А, да-да-да-да-да. Да. И особые точки есть, знаете, свободные? Нет. Нет, там… Ну, а как причислять ежа, так сказать, вот? Куда магнитное поле направлено? Какая разница обращается, а что мы видим? Здесь это не имеет никакого значения. Это… Ну, оно может обращаться много каких-то… Магнитное поле определено в области, а не на сфере. Там есть… Вот если я говорила о задаче в вакууме, да? Нет. Граничные условия, поставленные вот определенным образом, они подразумевают, что есть особые точки или нет на сфере. Это не имеет значения. Нет, нет. Это другой вопрос. Для кого-то имеет, для кого-то нет. Например, вот вся эта магнитная гемодинамика, гидродинамика может применяться к Солнцу, например. Вокруг такой же вакуум, но там постоянно идут гуджумы, там поверхность негладкая. Вот. А здесь предъявляются условия, что поверхность гладкая, уравнение непрерывная и так далее. Особые точки есть или нет? Это же не криминал никакой, сказать, есть они или нет. Ну, нет. Я… Нет, нет. В этом… В таком времени нет, конечно. Нет, да? Я понимаю, что положение такое, что их нету. Да. Положение такое, что их нету. И я хочу сказать, что… Значит, предположение о том, что в начальный момент времени мы близки к сфере, это если мы хотим доказать вот такое, так называемое, устойчивое состояние покоя. То есть, то, что предъявляется сфере, 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 сфере. Я сейчас говорю о локальной разрешимости. Ну, и вот здесь выписана задача, которая имеет отношение, значит, гидрофинамической линейной части. Ну, надо сказать, что задачи гидродинамики в отсутствии магнитного поля и в случае задачи сопряжения и так далее, они достаточно хорошо изучены, поэтому это результаты, ну, не имеющие ко мне, так сказать, отношения. Это все было уже сделано, в частности, в работах Чудина Денисовой, Солонникова, Шибата и Шемизова этим вот занимались. Ну и, соответственно, результатов очень много. Вот. Мы рассмотрим задачу именно для магнитного поля. Ну и вот выглядит она следующим образом. Значит, и несколько слов я скажу о том, как я ее, соответственно, решаю. Значит, итак, это линейная задача, значит, которая получается вот при линеализации. Значит, результаты этой задачи выглядят следующим образом. Мы предполагаем, что вот известные функции на границе а и g, вот они вот здесь вот, это вектор а, это вектор g, значит, соответствующие касательные составляющие, значит, у них можно предположить, что они являются скачками некоторых функций, заданных в области, у которых нормальная компонента 0. Вот это помогает при доказательстве, значит, так я и предполагаю. И, соответственно, значит, вот это вот будет скачок вектора поля А, а это скачок векторного поля В. Ну вот предполагаем, что заданные функции принадлежат следующим пространствам. И предполагаются некоторые условия согласования, но вот я говорила, что их достаточно много получается в этом случае. И, соответственно, оказывается, что существует единственное решение для линейной задачи из вот такого вот пространства Соборова и есть соответствующая оценка. Да, здесь вот я, возможно, на предыдущем слайде было написано, что L от одной второй до единицы, но это вот, скажем так, опечатка, потому что для линейной задачи, конечно, неважно можно от нуля начать. Вот. Ну и следующая, значит, краткая схема доказательства вот этого результата. Прежде всего нужно было свести задачу к тому случаю, когда вот A, вот эти функции A и G равны нули. И я тут, было построено некоторое вспомогательное векторное поле, которое удовлетворяет соответствующим условиям и является соленоидальным. И вот, соответственно, это векторное поле построено, было как сумма трех полей. Первое – это вектор A, ну то, что вот A маленький равен скачку векторного поля A. Значит, вектор D, вот с ним были наибольшие сложности, значит, нужно было построить некоторое соленоидальное продолжение в виде ротора D с поверхности, там, касательных. Понятно? И вот градиент гармонической функции добавляется. Ну и вот удалось это построить. Соответственно, если мы возьмем задачу с A равным нулю и G равным нулю, то схема доказательства была такая. Сначала определялось обобщенное решение этой задачи, как некоторый элемент вот такого пространства. Вот пространство A шаги наведено выше. И удовлетворяет оно начальным условиям и вот такому интегральному служительству. Ну, тут я не включила вот эти условия, на касательные составляющие ротора D не включены. Но понятно, что если у нас классическое решение есть нашей задачей, то оно данному интегральному должнику удовлетворять не будет, потому что при интегрировании по часам у нас условия на границах как раз и дадут то, что уйдут вот эти слагаемые с границами. Значит, следующий шаг – это доказательство существования обобщенного решения. Это оказывается оно методом Галеркина, точно так же, как в работе 70-го года Ладыжинской и Залонникова. Ну и дальше, вот для того, чтобы, значит, для обобщенного решения иметь место вот такая оценка. Вот. И дальше мы хотим повысить гладкость вот этого обобщенного решения. Ну и вот я делаю это два этапа. То есть сначала мы рассматриваем вот такую вспомогательную задачу, да, значит, это у нас уже соответствует обобщенного решения из И2. f – это данная функция. Вот. И задача, значит, для уравнения, для ротора. И доказывается существование решения данной задачи. Ну, тут есть несколько слов о доказательстве. И я это, наверное, пропущу. Значит, существование доказывается построением решения в виде суммы ротора от объемного потенциала и градиента некоторой гармонической функции. То есть мы доказываем, что оно существует. А затем мы доказываем с помощью, опять же, на основе интегрального тожества, что если ввести вот такое векторное поле, то оно и совпадает с тем самым нашим обобщенным решением. Таким образом, получается, что у нас нужно решить вот эту вот задачу. Еще одну задачу для ротора, но уже есть только другими краевыми условиями. Ну и вот здесь мне важно, что я оставляю и те и другие условия, и на скачок вот этого вот условия, и предыдущее на скачок касательной составляющей ротора, потому что здесь оно тоже используется. И так дальше происходит повышение гладкости. Ну там поэтапно оно сделано. Соответственно, сначала мы доказываем, что производная по времени удовлетворяет соответствующая норма, там плюс L пополам. Ну и так далее. И, соответственно, получается результат разрешимости линейной задачи. Значит, разрешимость нелинейной задачи доказывается методом последовательных приближений. Ну и на основании вот разрешимости линейной задачи и оценки нелинейных членов, которые, ну они достаточно громоздкие, но надо сказать, что поскольку многие из них были оценены уже аналогичны тому, что было в случае вакуума во второй области, то там появляется не так много ног дополнительно нелинейных членов, которые надо было оценить. Теперь вот несколько слов о... Несколько слов... У меня есть еще? Вот так. Минута. В общем, нет. Вот. Отсажаем. Да, ну буквально минуту я просто хочу сказать относительно вот этой самой разрешимости на неограниченном интервале времени и вот то, что, собственно говоря, было сделано. Вот такая ситуация. Значит, для того, чтобы доказать вот эту разрешимость продолжительной восконечность, там делается на самом деле несколько другое преобразование координат, оно еще усложняется интегральное преобразование координат. Добавляется вот такое излагаемое. Вот излагаемое. Вот оно тоже. Вихе – это просто срезка, а вот кси-опты – это, соответственно, называемый баррис-центр-поинт, то есть центр тяжести от жидкости. Соответственно, мы будем за ним следить, и вот эта сфера предельная, он может сместиться. Значит, если у нас две жидкости, то нужно сделать то же самое и следить за центром тяжести внутренней жидкости. Да? Ну и вот надо сказать, что… Еще одна суть, будешь подождать? Ну, лучше не надо, а туда водой, спасибо. Ну, хорошо, ладно. Ну, я… Ну, хорошо. Просто, да, я… Да, вот давайте я просто скажу, что это просто совершенно вот так просто получилось, что, поскольку вся специфика, связанная вот с другим преобразованием, она как бы переходит на гидродинамическую часть задачи, то есть на магнитную часть, она не влияет. И в тех работах, вот, моих с Солонниковым, там много было именно по гидродинамической части. А здесь так получилось, ну, вот пока я… что уже есть префринт Солонникова с Деницевой, где сделано, но без магнитного поля, соответственно. Ну, там специфика это есть. То есть добавление магнитного поля, там нужно просто экспоненциальное убывание, однородные задачи для магнитного поля, которые, в общем, легко получается. Поэтому можно считать, что такой результат тоже есть точно, но другое дело, что я не могу сказать, что это вот такой молитв. Ну все. Спасибо. Спасибо.